Приветик! Больше недели нет с нами нашей пульги, нашей любимой собаки, которая была с нами 12 лет. Пульга, надо сказать, имела очень интересную историю. Родители ее приехали из Мексики. Ведь это той фокстерьер, порода, созданная в Мексике в Америке, а есть почти аналогичная у нас в Испании, называется Ротанера Бадегер. Так вот, в январе 2009 года в нашем английском доме появилась вот эта задорная пульга. Само-то слово называется блоха. Почему блоха? Она прыгать обожала. Она была веселая, она была вот действительно месчивость, есть такое слово, да? Немножко хулиганистая. Вот как она любила прыгать на пляже. Ой, мы называли ее флайинг-дог пульга. Самое главное, что пульга обладала потрясающим характером, абсолютно человеческим, дружелюбным. К любой собаке она подходила изучать, знакомиться. А потом, посмотрите, у ее названной сестры Хани, ведь с Хани они были вместе с 2013 года. Сначала родились два ребеночка, а потом еще один мальчик. И пульга проявила себя как самая-самая заботливая тетя. Вы себе представляете, чему она учила этих трех щенков. Вот посмотрите, это последний, третий. Вплоть до того, что ходить учила. Это было очень смешно. Но на самом деле, что было интересно, конечно, пульга и Хани абсолютно разные характеры из себя создавали. Хани немножко замоносчивая, а пульга вот такая простая, но главное, добрая. Вот так вот они вот целовались. Более-менее любопытно. Потрясающе, как собака, иногда серьезная, иногда сердитая. Боже, как она накидывалась на почтальонов, на письма, которые они приносили еще в английский дом. Как она всегда гавкала при любом намеке на вторжение. К нам в дом приходят люди. Значит, она гавкает. Даже раздается звонок в дверь здесь уже на квартире Валентия. Она гавкает защитница. Конечно, все ее очень любили наряжать. В особенности поле маленькое. А с другой стороны, Катю она обожала. Это было так интересно. Куда-то уходит Катя, например, в магазин, а вот, пульга открыла в себе способность плавать. Причем плавать она любила в пресноводных водоемах. Это водохранилище в Италии. Мы же жили год в Болонии. И вот я даже с пульгой и с Ханей ходил на нашу громадную гору в Болонии, где у нас монастырь. Потом мы переехали сюда. Пульга всегда обожала бегать за кем-то. За котами, за белками. У нее была операция два года назад. Катя ее отходила. Прямо подходила из ниоткуда. Потом еще было заболевание. Тоже Катя ее вылечивала. Но, к сожалению, конечно, надо сказать, что вот это третье заболевание. Рак с саркомом. Оно было для нас неожиданно. Но что делать? Пульгу мы всегда будем воспоминать как самую лоял, самую преданную собаку. Вот если Катя куда-то уплывала, Ханя могла сесть, посидеть, там полежать. Пульга всегда стояла на стороже. Когда же, когда же, когда же придет Катя? И вот очень часто Катю она слышала издалека. Вот я заболел. Они ко мне приходят проведать, что у нас делается. Катя спряталась. Собаки впервые в жизни оказались на игровой площадке. Ура! Хоть чего-то. Собаки отказались залезать на разные препятствия. Уж о том, чтобы прыгнуть через дырочку и не было речи. Пульга всегда сторожила Катю. Как ее обожали дети. Даже дети, только увидевши ее, запоминали. Пульга и Ханя. Да, ее сестра была Ханя. Вот с кошками у Пульги была отдельная отношение. За кошками она гонялась. Она могла бегать вокруг кошки буквально минутами-минутами, если та не убегала. Ну, так сейчас печально смотреть на это. Вот, например, Пульга бежит в гору. Это всего-навсего месяц назад, в феврале. А вот мы повстречали Катиного третьего ребенка. Третьего сына. Прошу прощения, Ханиного. Вот Ханя. Ханя не стали заинтересованы. А Пульга здоровается с ним. Привет. Узнала его. Хотя ведь мы не видели его года, наверное, три. Ага. Вот одна из последних зарисовок Пульга и коты. Она не может просто пройти вдоль котов. За некоторыми она бегала, а некоторые вот так вот круто себя вели. И Пульге и хочется облаять. Но мы говорим, нет, не надо, уходи. Совсем недавно еще Пульга бегала, вот особенно гоняться за утками. Самое смешное, что они всегда гонялись вдвоем, но никогда никого не поймали, никогда никого не повредили. Мышек, правда, было дело лет 10 назад. Пульга же мышелов, конечно, естественно. К сожалению, да, нашлась у нее заболевание, она ослабла. Что делать? Мы всегда ее будем помнить, как лучшего, преданную собаку. Конечно, Ханя у нас с нами осталась, но Пульгу мы любим и любим. Будем всегда любить. Спасибо.